ПАНИЯ ПРОФХОЛОД ПАНИЯ ПРОФХОЛОД является крупнейшим производителем сэндвич-панелей из пенополиуретана. Это современный строительный материал, который сохраняет тепло и холод. Сэндвич-панели могут использоваться при строительстве холодильных складов и морозильных камер. На таких объектах, как логистические центры, промышленные предприятия. ПРОФХОЛОД также производит 16 типов холодильных дверей, чем комплектуются холодильные камеры. Каждая третья сэндвич-панель с пенополиуретом в России произведена на системе ПЕРПРЕМЬЕР. Мы начали заниматься экспортом последние три года. Первым делом мы исследовали зарубежные рынки и выделили для нас наиболее привлекательные. Заказали отчеты у МИМПРОНТОРГа, скачивали статистику на сайте РЭДС, которая доступна в рамках нацпроекта «Международная кооперация экспорта». С помощью РЭДС мы участвовали в первой международной выставке в Объединенных Арабских Эмиратах «Биг-файв». Нам удалось привлечь первых потенциальных покупателей с помощью данной выставки. Основной рынок экспорта, конечно, это страны СНГ. Следом идет, соответственно, страны Европейского Союза. За счет высокого качества производимой продукции и короткой логистической составляющей нам удается быть конкурентоспособным на европейском рынке и завоевывать европейского покупателя. Ставку мы делаем на две вещи. Это высокое качество и сервисное обслуживание. Ложности, конечно, были. В первую очередь это связано с внутренними бизнес-процессами компании. При зарубежных поставках очень велика цена ошибки. Необходимо тщательно подготовиться к качеству продукции, к упаковке продукции и к перевозке. Условия работы с европейскими компаниями отличаются в особенности со строительными компаниями. В Европе строители деньги получают после завершения строительства. Поэтому стопроцентное финансирование до получения продукции неприемлемо для наших европейских компаний. Поэтому мы с помощью РЭЦ рассматриваем на данный момент инструменты застрахования от неоплаты со стороны покупателя. Если говорить о помощи государства при выходе на экспорт, то в первую очередь, конечно, это информация. В части информации, сертификации – это очень большие расходы. Все эти меры входят в наш проект «Международная кооперация-экспорт», но воспользоваться всеми этими мерами мы не можем. Если мы возьмем пример сертификации, то сертификация доступна компаниям, которые маленькие, новые и первые шаги делают. Хотелось бы, чтобы меры по поддержке сертификации были расширены и стали доступны в том числе для нас. У нас есть опыт работы с электронными площадками, такими как Alibaba, Европейджис. Данные площадки нам помогли в ковидный вот этот период. В случае поиска клиентов, в случае новых контактов. Компаниям, которые выходят на экспорт, мы можем посоветовать, прежде всего, провести исследование зарубежных рынков. Чтобы проанализировать конкурентов, надо понять, а что у них лучше, что у них хуже. Подчеркнуть свои преимущества и не бояться. Также необходимо удостовериться, что у вас есть достаточно мотивации для изменений и подготовки вашей компании, вашего продукта для экспортного рынка. У нас в планах развивать экспорт. Мы хотим нарастить долю нашего экспорта до 40%. В течение ближайших пяти лет для этого мы будем принимать участие на зарубежных выставках. Хотелось бы здесь тоже подчеркнуть, что мы были на африканских маленьких выставках и видели китайские стенды громадные. И на этих выставках мы не видели российских стендов. Африканский континент является интересным и быстроразвивающимся. И было бы очень хорошо, если РЭЦ и в том числе в рамках нас проектов профинансировали участие в выставках в африканских странах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова